Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вообще говоря, вы задаёте достаточно локальный вопрос про физиологическую реакцию на некоторое специфическое общение. С молодым человеком, с которым вы встречались в Копе, вот, я правда не очень понял, вы пишите, что встречались с ним, он то появлялся, то пропадал, задавал неудобные вопросы, спросил обычные фотографии ваши, а как, собственно, вы встречались? То есть то, что вы описываете, больше похоже на переписку. То есть, на мой взгляд, люди, когда встречаются, то несколько что-то более серьёзное между ними происходит, чем просто вот переписка там и так далее. То есть, что вы понимаете, вот, встречались. Так вот, почему такая физиологическая реакция? Ну, на мой взгляд, здесь, вот, важно немножечко не то, почему она, да? Для вас, в целом, на таком несколько глобальном уровне, более важно, как мне кажется, увидеть, как я себя чувствую с этим человеком, да? Какой я себя чувствую с этим человеком. Вот, и... как я обращаюсь с тем, что я чувствую. Потому что, ну, мне лично показалось, исходя из вашего сообщения, исходя из вашего текста, мне лично показалось, что вы достаточно закрыто реагируете на данную проблему. То есть, это значит, что вы не особо не распространяетесь, вероятно, вы стыдитесь этого, хотя вы говорите про... Ну, да, что у вас появилась шутка, очевидно, что кому-то уж вы её рассказываете, а... вот. Тем не менее, мне кажется, что вам больно, мне кажется, что вам неприятно, мне кажется, что... вы чувствуете себя использованы в какой-то степени, хотя речь идёт об обычных фотографиях. Вот. Ну, вот эти вот эмоции, мне кажется, с вами не прижимаются. Плюс... эээ... Молодому человеку, вероятно, вы неравнодушны и, вероятно, на что-то надеетесь. Эээ... Ну, при... взаимодействии с ним и, вероятно, надеетесь до сих пор. Вот. Ну, физиологическая реакция, вот психосоматика, по сути, она возникает, как раз таки, именно вот, когда какие-то эмоции нам и не проживаются, какие-то чувства нам и не проживаются. Но... эээ... какие-то... эээ... сигналы, человек не реагирует. Вот. Вы, соответственно, на какие-то сигналы, эээ... не отреагировали, эээ... какие-то эмоции в диалог не включили по той или иной причине. Вот. И... все. Я думаю, да и свой такой момент. Дальше. Эээ... Значит, встречались госмужины. Я ваш текст тоже прочту. Эээ... И дам некоторые комментарии. Встречались госмужины. Что общего там между вами и мужчиной было. Он-то появлялся, пропадал. Ну, это страх близости, страх близости, страх близости. Это страх сближения у молодого человека. Либо... Эээ... Просто... Эээ... Такая целенаправленная стратегия, эээ... Эээ... достижения того, что ему нужно. Например, если вы интересует только фотографии. Ну, это... Более специфический момент. Здесь нужно выяснять. Дальше. Эээ... Постоянно, эээ... Эээ... Задавал, ээээ... Неудобные вопросы. Почти вы. Ну, просто... Задавал неудобные вопросы. Эээ... Ну... Эээ... Вероятно, вы не хотите распространяться об этом. Эээ... Публичном. Я понимаю, но... Эээ... Задавал и понятно, о чем идет речь. Потому что... Неудобные вопросы для каждого человека могут быть свои. И... То, что вы называете неудобными вопросами, вполне вероятно, является неудобными только для вас. Потому что вы не знаете, как на это реаги... Реагировать. Дальше. Постоянно бросил фотографии обычно. Не знаю, зачем они имут. А за чего вам знать, зачем они имут? У меня уже шутка появилась, что он магически с ними сидит. Может быть. А... Как вы к этому относитесь? Ну... Мы перестали объявляться после того, как ему сказали, что если он не перестанет меня игнорировать, читать, не отвечать, то я готов попрощаться. Ну... Ээ... Надо сказать, что... Ультиматумы вообще плохо, как мне кажется. Действуют... В отношениях. Ээ... Вы... Конечно... Вы... Совершенно... В праве... Выстраивать... Общение... Так... Как... Вам этого хочется. То есть я имею ввиду, что... Ну... Не нравится вам... Что... Человек вас игнорирует, да... Не нравится вам, что он читает и не отвечает... То... Вы, конечно... В праве... Вот... Не... Не общаться. Вот... Мне кажется, что... Ээ... Вот... Постановка ультиматума приводит... Ээ... Любые отношения... Вообще любые... Отношения... Не только ваши... В... Какой-то вот такой... Особый формат, где нет искренности. Потому что... Ну... Мне кажется, что... Ээ... Об этом... Говорите... Если дошло до того, что... Вы... Вынуждены... Вот... Так... Ставить вопрос... То мне кажется, что... Уже что-то не так... И... Ээ... Мне кажется, что... Вот эти вот... Можем это просто... Знаете, попытки... Немножко... Продлить... Ээ... Какую-то иллюзию того, что... Все может быть в порядке. С чего я делаю вывод, что вы не... Ээ... Ну... Что вы можете несколько... Бояться... Ээ... Ну, откровенности, да... Может быть... Прямо что... Вам... Вполне может быть это больно. Вам, вполне может быть это неприятно. Вам, вполне может быть, это тяжело воспринимать. Ну, вот... И... Подобная... Вполне нормально. ничего с этим не делать, то проблематика будет сохраняться. Дальше. Дальше. Значит, три месяца он следил за моими соцсетями, в день мой рождения просто блокирует меня и исчезает, контейнера появляется снова, не знаю зачем. Ну, вы вообще, да, склонны к тому, чтобы пытаться выехать не за счет. Я думаю, что это следствие того, что вы не очень привыкли на себя полагаться и прислушиваться к себе, потому что, ну, вообще так говоря, не столь важно зачем, человек сам может не знать, зачем он делает те или иные вещи, вот. Человек может сам, в принципе, не отдавать себе отчет, до чего он делает то или иное, но если вы, например, себе доверяете, да, если вы, если вы, например, отдаете отсчет, с чего вы хотите, да, если вы, как бы, владуете со своими чувствами, то вам не нужно понимать, зачем человек поступает, вот, так или иначе, вы просто реагируете, да, на, ну, вы просто реагируете на обстоятельства, так как, вот, ну, как, 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 они того заслуживают, условно говоря, и все. Этого, в принципе, мне кажется, было очень достаточно. Так получается, что вы стратите какие-то, вот, свои силы на то, чтобы понять мотивацию человека, ну, 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 что делать, если человек, вот, мотивацию свою, условно говоря, там, не знаю, не понимает сам, да, вот, что делать в таком случае. Вот, то есть вы оказываетесь, ну, по сути вы оказываетесь без, эээ, без опоры в таком, ну, при таком раскладе. Вот, и я не думаю, что это, эээ, хорошо для вас, честно говоря, я больше думаю, что это, эээ, негативная история. Дальше. Эээ, сначала вы, эээ, хорошо бы общались с ним, и затем с ним начинают профессиональные фотографии, я думаю, я думаю, раз эти окна у меня есть, почему бы нет, вдруг забыл, как я выкачусь, с кузов, эээ, скидом у меня несколько фотографий, он отвечает, а еще есть. Я уже привела тему на то, что меня интересовало, как психолог советовал делать, будем общаться или нет. Ну, я не знаю, конечно, что вам, эээ, советовала психолог, но, 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 я вот не хотел бы, конечно, отдаваться подробностям, потому что здесь все довольно сумбурно, но, эээ, не знаю, замечаете вы или нет, но, мягко говоря, вы, ээээ, как-то вот не чувствительны здесь, к тому, что происходит. Человек упростит вас в фотографии, да, и спрашивает, есть еще? Вам интересно, будете вы, будем общаться или нет. То есть, ну, очевидно, совершенно, что, ну, вы говорите на разных языках, да, вы не слышите, вот. Человека, грубо говоря, вы его не слышите. А, ооо, он не слышит. Он, ну, грубо говоря, грубо говоря. И, я, я не знаю, эээ, насколько, вот, вы, эээ, насколько вы, правильно, про, интерпретировали, эээ, совет психолога, насколько вы правильно его поняли. Ну, совет психолога вообще обеспеченный, но за стороны. А за психологи все-таки, все-таки не дают совета, как мне кажется, не должны давать совет. Вот. А, ну, тем не менее, здесь вы себя чувствуете, и вы, да, с одной стороны, вы свои, свои линии вроде бы гнете, в принципе, с одной стороны. Но с другой стороны, эта линия, которую вы гнете, она, ну, абсолютно, абсолютно здесь бесперспективна, по-моему, что человек не хочет с вами общаться. Человеку нужно, нужны, ну, нужны фотографии ваши, в общем, в общем. Вот. А вы, там, условно говоря, там, спрашиваете, у него будем мы общаться? Как бы. Как бы. Вот. При том, что, может быть, хороший человек и хотел бы общаться, но так вопрос в том, как он хотел общаться, как бы хотел общаться. В общем, опасность того, что, ну, чтобы, в чем опасность того, что у психологов вручить. В общем, опасность. Проградкивает. Возможно, в том, что, ну, вы можете проинтерпретировать совет психолога, да, ну, не вен, не вен. Вот. И, тем самым, как бы, дискредитировав себя. Вот. Дальше. Значит, вы опять ставите ультиматум. Он меня блокирует. Перед новым годом пишет привет. Я уже не готов отвечать. Затем, недавно мне снова нажал. Писать даже на мегатную встречу. Я уже отвечаю без интузиазма. На подклад ответил. Бодист распрашивал. Да, хорошо, да. Мне уже отвечать не хочется. Потом дело дошло про вопрос. Вотографика я обратил на начало. Слушайте, ну, вот мне кажется, что тема, согласно, она вас, ну, она вас травмирует как-то, травмирует как-то. Я вот, конечно, не знаю, но мне кажется, что травмирует вас как-то. Каким-то образом, значит, травмирует. Вот. То есть, может быть, может быть, вы чувствуете, что мужчине это нужно как некий элемент фетиша из России. Выводы вращения. И вам противно от того, что, вот, ну, к вам так относится. Хоть бы здесь есть какие-то другие элементы. Я не знаю. Вот. Но, такое ощущение, что вы вот до конца не можете определиться. Если уж быть как бы до конца честно, да, но я бы сказал, что как будто бы вы ждёте того, что человек поменяет. Вот, потому что ждёте, что в один согласный момент ему перестанут быть интересны ваши фотографии. А мы хотим сказать о том, что он общается с вами только потому, что ему интересны ваши фотографии. И всё, например. Ну, он, скорее всего, подчиняет боль. Вы надеялись. Ну, вы надеялись, вероятно, на что-то другое. Да? Вы надеялись, что получится серьезные отношения. Вот. Ну, понимаете, серьезные отношения, они не выстраиваются через ультиматум. Вот. К сожалению. И поэтому в тот момент, когда вы перешли на ультиматум, опять же, я не знаю, что вам за совет дамал психолог, вот, и как вы его поняли. Может быть, вы поняли его неверно, но на ультиматуме в них строится отношение. Отношение строится чисто. Искренно что-то. Вот. А это 7 штук. Дальше. Так, мне уже отвечать не хочется, за что мы отвечали. Потом вопрос. Я замолчал. Почему? Решил вопрос и прогнать вопрос. Но, потому что у него стереологическое реактивное общение. Учение зацепления друг от друга спотела. Почему так происходит? Ну, собственно, вы решили, что мы обрисуем фотографии. А так, мне обрисуем. Ну, здесь, ну, ну, ваше это как-то трамировано. Трамировано. Вот. Вопрос. Дум. Позже, только. Как? Как это все это трамировано? Как мы обрисуем? Ваше это трамировано. Найс. Вот это важно. Как мне кажется. И соответственно. 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 Нужно хоть, мне кажется, разобраться. Да? То есть, знаешь, как говорят. У меня уже. От этих вопросов. У меня уже потрясет. Вот так говорят. Вот. Вполне вероятно, что. Вас. Трясет. Так. Вполне вероятно. Ну, понятно. 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 Что. Я не знаю. Понятно. Что. Я могу не знать всех нюансов. Ну. На мой взгляд. Ваше это как-то выдевает. Откорбляет. Может быть. Но. Вы. Что. Важно. Да? Вы пытаетесь это блокировать. Вот. Вы пытаетесь это блокировать. Вы пытаетесь это слепее. от телесных реакций. Вам это не блокировать, а. Наоборот. Выразить. Прожить. Проплакать. Если. Разум. Здесь совершенно ни при чем. Мне кажется, что у вас действительно сильный интеллект. Мне кажется, что у вас он. Я бы сказал, что. Не сочтите, пожалуйста, этого грубость. Но. Я бы сказал, что он у вас. Излишне сильный. То есть. Слишком сильный. Вот. Из-за чего. Может. Несколько. Эээ. Мешать. Вам. Эээ. Как. Вот. Мне. Кажется. Эээ. Ну. Быть. Может быть. Более. Эээ. Сэболи. И так далее. И так далее. Эээ. Вероятное мы и со мной не согласитесь. Ну. Я не говорю просто как оказывается интеллект. интеллекты и эскори, и пресса обращения вашего внимания на то, что мозг делал на сейнете снимать. То есть мозг он мыслит формати привычных концепций, это мозг мыслит формати привычных форматов, что чувства как раз они как бы больше не связаны с какими-то стереотипами, да, и именно на них вы, как мне кажется, не обращаетесь на внимание, вот. А этого вам на мой взгляд не хватает, на мой взгляд вам не хватает, а именно вот того чтобы, ну того чтобы обратить внимание на то, что вы чувствуете. Вот. Конечно, решать вам только, но это вот мое мнение. И, повторюсь, в вашем образе он уносит такой локальный характер достаточно. Вот. При том, что проблема, как мне кажется, довольно серьезная. То есть, ну не первый раз. С вами такое происходит уже. Уже он, в том смысле, что человек появляется в вашей жизни. Снова и снова вы позволяете ему появляться. Мне кажется, что подобное редко происходит, случайно. Вот. А везде вопрос, почему у меня такая вот реакция, в смысле, интересная. Ладно. То есть, как будто бы вы немножечко, ну, интересуетесь, я бы сказал, не совсем, а тем. Или наоборот, специально интересуетесь этим моментом. Вот. Потому что он достаточно, ну, достаточно безопасен для вас, может быть. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не хочу. Не хочу гадать. Вот. Но в любом случае, мне кажется, что вот вопрос, который вам нужно себе задать, это то, вот, собственно, какие чувства я испытываю с мужчиной, вот, в отношениях. Как я оказался в этих отношениях. И для чего я в них. Для чего я сейчас, например, пытаюсь выяснить, там, условно, не знаю, его мотивы и так далее. То есть, зачем это мне. Чего я хочу, какую цель я преследую. Вот. На что сейчас направлены мои, там, грубо говоря, ресурсы, да. Вот. Вот. Это важно. Чтобы вы это лучше поняли, чтобы вы это лучше осознали, чтобы вам это лучше виделось, чтобы вам это лучше отвлекало. Вот. Вот. Потому что при том, что вы говорите вроде бы, вот при том, что вы говорите вроде бы, что мозг все понимает у вас, да. Но вот мне кажется, что какие-то вещи все же вы не осознаете, не обижайтесь, не обижайтесь. Понял? Ну. Мне так кажется, мне так видится. Я, как бы, и забуду, как вам об этом говорю. Вот. Надеюсь, что вы к этому постараетесь прислушать. В самый же момент, правда, вас, особенно, если вас вот вызывает то, что человек спрашивает про шорды, да. Вот. Если вас это вызывает, особенно, и вы это как-то вот в себе дерзите еще к тому же. Ну. Тут вообще сложно представить, насколько вам тяжело в этой ситуации. Удачи вам. Желаю всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Обращайтесь, если понадобится помощь.